Полицейские России 10 ноября отметили профессиональный праздник. Он подчеркивает роль сотрудников органов внутренних дел в вопросах обеспечения нашей с вами безопасности. Этот день впервые силовики праздновали в 1962-м. Тогда, правда, чествовали милиционеров, а после реформы 2011-го дата приобрела нынешнее название. Сотрудники МВД ежедневно стоят на страже общественной безопасности, соблюдения прав и обеспечения конституционных свобод жителей. Многие из виновников торжества 10 ноября провели на боевом посту. Также на уходящей неделе вспоминали и тех, чьи имена высечены на мемориальных досках. Тех полицейских и милиционеров, которые за выполнение уставных задач во имя спасения других отдали свои жизни. День памяти погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел установлен 8 ноября. В Югре навечно в списке личного состава зачислены 85 силовиков. В Сургуте таковых 15. В честь одного из них на уходящей неделе открыли мемориальную табличку у дверей участкового пункта полиции на улице Лермонтова. Здесь в 2007-м старший лейтенант Айрат Фатахов получил страшные, ставшие впоследствии смертельными ожоги, пытаясь спасти женщину. И он смог это сделать. А тех, кто в трудную минуту пришел на помощь, смотрите наш следующий материал. Сержанта патрульно-постовой службы Эльмира Ханова, погибшего 4 года назад от рук озверевшего мужчины во дворах на Пушкино, в батальоне ППС помнит. Здесь работают его сослуживцы. Мемориальная табличка героя на втором этаже административного полицейского здания. Коллеги отзываются о молодом парне с теплотой. Эльмир был жизнерадостным человеком. Это был крайний мой стажер, когда я работал на линии, то есть, грубо говоря, кого я обучил. Был жизнерадостный, всегда на позитиве, всегда пытался прийти каждому на помощь. Как уже потом впоследствии выяснилось, он с детства даже писал сочинение на эту тему, когда он вырастет, станет полицейским и будет помогать людям. Получается, он выбрал этот путь, путь сотрудника полиции, сотрудника правоохранительных органов. И с честью его до конца нес. В память об Эльмире Ханове проводят, например, турнир по мини-футболу. Последний прошел весной. На него пришли поболеть за команды родителей сержанта. Мы очень благодарны сослуживцам и друзьям, что они нас поддерживают, разделяют нашу боль, нашу утрату. Они поддерживают, до сих пор звонят и приезжают. То есть в лице его друзей и сослуживцев мы приобрели новых сыновей, дочерей. И их поддержка для нас очень важна. Турнир этот проводить нам очень важно. Погиб наш сотрудник, наш коллега, наш товарищ. Сейчас мы его поднять не сможем, но своей памятью, так скажем, мы помним о нем. Он в сердцах у каждого сотрудника. И вот таким образом мы чествуем его память. Это для сослуживцев Эльмира Ханова лишь малая доля того, что они могли бы сделать. Ценой своей жизни сержант полиции как минимум спас напарника. Экипаж тогда в ночь с 1 на 2 августа 2019-го приехал на вызов на улицу Пушкина очень быстро. Благодаря чему никто из гражданских не пострадал. Полицейские увидели мужчину в крови. Лейтенант Царегородцев посчитал, что это пострадавший. Подошел, чтобы оказать первую помощь, но получил удар ножом в область ключицы. Сержант полиции Ханов, увидев нападение на напарника, видя, что мужчина представлял опасность, учитывая его неадекватное поведение, осознавая степень риска, моментально оценил ситуацию. И рискуя собственной жизнью, попытался помочь младшему лейтенанту полиции Царегородцева предотвратить дальнейшее на него нападение. В ходе борьбы нападавший нанес полицейскому удар ножом в грудь. Рана оказалась смертельной. Преступника ликвидировали. Эльмир Ханов – кавалер Ордена Мужества. Посмертно. Прошу почтить память погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Минута и молчание. Уже находился в Башкирии у родственников, и мне позвонили коллеги и сказали, что случилась такая беда. И я как бы незамедлительно проследовал туда, где он родился в Башкирии, присутствовал на парах. Иногда это действительно очень тяжело, когда ты с человеком работаешь рука об руку, грубо говоря, в одной машине. Ешь, пьешь вместе, а потом просто человека в один момент не становится. В ноябре 2007-го оборвалась жизнь участкового уполномоченного Айрата Фаттахова. Он погиб в результате дебоша в самом пункте, который располагался в жилом доме на улице Лермонтова, в одном помещении с территориальным общественным советом. Здесь пришел на прием не совсем адекватный человек, здесь находился кроме участкового пункта, а еще советского управления района. Зашел в нем человек, я так понимаю, к любимой своей, наверное, сотруднице, которая не отвечала ему взаимностью. И, значит, вот облил себя бензином, ее бензином пытался облить, соответственно, она закричала, и в это время находился здесь сотрудник Айрат Ганалович. Он забежал, обезвредил этого человека, но одновременно с этим тот успел поджечь, чипнуть зажигалкой. Андрей Сабадаш 16 лет назад видел коллегу за пару часов до этих событий на крылечке отдела полиции. В результате героических действий участкового девушка, которую планировал облить бензином мужчина, осталась жива и невредима. Нападавший погиб на месте. За жизнь милиционера больше месяца боролись врачи. Он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с ожогами 87% поверхности тела. 20 ноября сердце милиционера остановилось. Он стоял на страже порядка и закона. Я и близкие, конечно, мы испытываем боль, горечка прады. Но и гордимся его мужеством, отвагой. 8 ноября на доме номер 7 на улице Лермонтово, фактически там, где и произошли 16 лет назад те страшные события, установили мемориальную табличку в памяти Аэрата Фаттахова. Многие пришли на торжественную церемонию без приглашения или откликнулись на предложение по собственной инициативе. Это ученики школ, кадеты и лицеисты, ветераны МВД и действующие сотрудники, а также дочь погибшего полицейского и вдова. Семья в настоящее время находится, проживая в другом регионе, девочка учится, жена работает. Связь есть. Обычно городской отдел полиции поддерживает связь, отдел кадров. Поэтому я считаю, что такая связь между нашим коллегам, который ушел в жизни, и семьей в настоящее время она есть. И как бы это не единичный случай, когда наши коллеги уходили из жизни, при выполнении служебных обязанностей, и совет ветеранов, и отдел кадров, и личный состав в территориальных подразделениях, где служили наши коллеги, они связь поддерживают с родственниками. Спасибо огромное за открытие в мемориальной тоске. Пусть каждый житель города, проходя мимо, помнит и знает, что есть люди, готовые прийти на помощь. В Сургуте пять памятных досок, которые установлены в отделах полиции. Навечно в личный состав зачислены 15 сотрудников, героически отдавших жизни при выполнении служебного долга. В Югре таких фамилий 85. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Даниил Панков. Специально для программы «Новости. Главное». Спасибо. Спасибо.